Asemption у нас обзор на еще одну старую редкую коллекцию Kinder Surpresa. Это раз коллекция 1987 года с такими вот черепашками, очень симпатичными. И сама коллекция достаточно недорогая. Как видите, 9,5 евро, 3 евро. Самый дорогой это у нас вкладыш. Ну, вкладыш традиционно дорогий. Можем посмотреть на eBay очень много аукционов. Те ставки действительно примерно в тех суммах, которые у нас сказаны в каталоге, 90 евро. А если вкладыш, видите, специальный, в котором ошибочно был зеркально распечатан текст на обратной стороне, то такой вкладыш вообще достигает 1300 евро. Не только эти фигурки ценные, но еще ценные фигурки, написанные с автомата жевачек. Видимо, когда-то были маленькие фигурки похожие. Они тоже по 15 евро. Много, конечно, подделок на вкладыше. Бумажка. Ее, наверное, достаточно легко подделать. Хотя, видимо, все-таки не так уж и легко. Видите, много пиксельных вкладышей, которые, конечно же, подделки неоригинальные. В общем, посмотрим. Эта коллекция 1987 года. Очень-очень-очень-очень старая. Так, ну и интересно, что у нас на некоторых фигурках здесь есть указание, что это Феррера было. На некоторых нет. Так, вот такая у нас черепашка. Еще раскрашена вручную и как-то так неравномерно. Иногда у нас более светлая, иногда более темная. И здесь у нас уже написано, да, по-моему, Феррера. Да, Феррера, видите, тут можно прочитать. Вот такая вот у нас симпатяшка. Еще с древнего-древнего-древнего 90-1987 года. Уже больше вышли эти самые знаменитые коллекции киндер-сюпризы. Это у нас еще примерно начало киндер-сюприза. Да, и такие вот классные, да, тогда были фигурки. Еще одна у нас черепашка. Ну, единственное, они похожи очень, да, тут Феррера у нас тоже есть. Да, либо сидят, либо прыгают, либо, видите, рукой шевелят. В общем, шаги киндер-сюприза в направлении, да, того, к чему он в итоге пришел. Да, к мировой популярности. Ну, и такой вот оригинальный гей игрушки засовывать в капсулы внутри шоколадных яиц. Далее у нас вот такой вот красивый тоже черепашка красивая, да, кто-то смеется, сидит. Ну, тоже, да, редкие коллекции. Если разных коллекций, например, тех же медвежат, да, разные они есть на ярмарке и других разных медвежат. В общем, найти их очень несложно. Много их, тех же бегемотиков, пингвинчиков, что вот таких вот черепашек, да, не так-то просто найти. Ну, действительно, много лет прошло. Из 1987 года эта коллекция. И вот лежит такая вот на солнышке. Загорает. Далее у нас как будто бы такой бэбик, младенец или ребенок-черепашка, да, поменьше, чем остальные. Тоже прыгает, руками шевелит. Ну, в общем, идей не так много было, да, как можно переделать эти фигурки. Ну, вот сделали просто их в разных, в разных движениях в итоге. Так, далее у нас еще один, который просто, да, куда-то идет, ползет и лапку так поднимает. Забавные такие черепашки, но, по сути, да, повторюсь, ничем друг от друга особо не отличаются. Только движением, которое они делают. Ну, и вот еще одна черепашка, которая на четырех лапах идет, тоже как будто бы такой, да, младенец или ребенок. Ребенок-черепашка, или правильно сказать, и идет вот куда-то радостно гуляет. Такая была коллекция черепашек 1987 года. Давно это было первые шаги киндер-сюрприза. И очень симпатичная коллекция, да, как начало киндер-сюрприза вполне-вполне неплохо она получилась. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok